Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцы. В прошлый раз мы с вами делали отводки. И теперь пришло время рассказать, что же у нас с этого момента изменилось. Еще раз хочу обратить внимание, что когда мы делали отводки на маточниках, обязательно нужно убрать все свищевые, маленькие некондиционные маточники. Это на первом этапе. На втором этапе, когда у нас уже маточники созрели и вот-вот выйдут матки, обязательно нужно оставить один самый сильный маточник. А остальные маточники, если вам нужны матки, нужно заключить в клеточке китово. В противном случае есть вероятность, что с каждой маткой у вас будет выходить рой. А это нам совершенно не нужно. Есть еще один способ. Если вы хотите, чтобы отбор матки происходил естественным путем, то маток из зрелых маточников можно выпустить. И тогда все матки уже сами с собой разберутся. А оставшиеся маточники просто удалить. Как узнать, когда же маточники созрели? Нужно просто ранним утром подойти сзади стороны уля и послушать. Одна матка, которая вышла, она пищит, но ее можно и не услышать. А остальные матки, которые уже созрели и готовы выйти в маточниках, начинают ей отвечать. Квакая. Этот звук похож немножко на кваканье лягушки. Вот такие маточники уже созрели. И крышечки у них можно открывать, выпуская маток. А матки уже сами разберутся. В этом случае раяния не будет. В прошлый раз в северной улей мы отсаживали отводок с маткой. В южном же уле у нас оставались маточники. И мы на их делали отводок. За это время семья с маткой очень быстро развивалась и буквально за неделю снова достигла размеров одного корпуса. Чтобы у нас пчелы снова не вошли в роевое состояние, я забирал у этой семьи печатный расплод и подставлял его от водок с маточниками. Тем самым усиливая их. В это время матки у нас выходили, обледывались. Но так как засева не было, основная пчела работала на медосборе. Хоть и сейчас безвяточный период, я постоянно регулярно подставлял новые и новые рамки, чтобы пчелы не бездействовали, а занимались медосбором. И на данный момент большинство ульев, в которых у нас уже есть выведенные матки, занимает два корпуса. После того, как молодые маточки у меня облетались, мы их метили лаком. Итак, маточки у нас засеяли. И для удобства всех маточек я мечу. Маточки, конечно, у нас все молодые, очень резвые. Маточку мы делаем обычным лаком. Одной точечки вполне достаточно. Вот так вот. Все, три секунды. И маточку мы теперь очень легко сможем найти. Сразу ее отпускать не надо, так как лак достаточно враждебно воспринимается пчелами. Немножко он подсохнет, и тогда маточку выпускаем на место. Пчелки чувствуют, что маточки нет, начинают уже гудеть. Ну ладно, в принципе, лак уже подсох. Отпускаем нашу красавицу. Делая отводки, вы можете увеличить свою пасеку за один год в два раза. У некоторых семей с маткой я не забирал рамки с расплодом. И они уже развились тоже до второго корпуса. Сейчас можно взять и просто-напросто опять сняв второй корпус, оставить там матку. И тем самым мы получим в один год три, а может даже четыре семьи. Однако, увеличением пасеки нас не интересует. Мы просто к медосбору объединим семьи. И сделаем из них сверхсемьи. У нас будет молодая маточка, старую мы уберем. И семья, как одно целое, будет работать очень сильно на медосборе. А пока мы ожидаем начала медосбора и проводим противороевые приемки. А теперь, если понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»